Всю последнюю неделю компания Honor тезерила в своем официальном инстаграме, что грядет новый смартфон. И вот, наконец-то он представлен. Это Honor 10X Lite. Этот смартфон, который является продолжением очень успешной серии Honor 9X, это средний ценовой сегмент, поэтому он будет бороться где-то с Redmi Note 9S, Galaxy A51 и так далее. Смартфон с крупным дисплеем 6,67 дюймов, 4 камеры сзади, 5000 мАч, и этим смартфоном можно даже заряжать другие телефоны. Что он из себя представляет? Давайте разбираться. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Вы знаете, беру я в руки этот смартфон, сканер четко пальцев справа, он такой достаточно полненький, я понимаю. Где-то я это уже видел. На самом деле я это видел уже в Samsung Galaxy M51. Примерно такой же, по толщине 9,26 мм этот смартфон, а Samsung 9,4 мм. POCO X3 от Xiaomi туда же, сканер сбоку и толщина примерно такая же. Ну и самое главное, что дисплей у всех этих смартфонов одинакового размера, 6,67 дюймов. Единственное, что он у всех немножко по-разному устроен. Здесь у нас в Honor 10X Lite IPS матрица разрешение Full HD+. Количество точек найдем 394, поэтому пикселей вы никаких не увидите. Сверху все покрыто пленкой. И самое главное, что здесь 2,5D стекло. И когда ты проводишь сбоку, чтобы сделать движение, то рука не цепляется за пленку. Это очень важно, потому что порой это, конечно, дико раздражает. Сканер от четко пальцев находится сбоку, прямо под большим пальцем. Это очень удобное решение. Может быть оно не сильно футуристичное, как сканер под экраном, зато супер надежное. Ты в любой момент нажал и разблокировал свой смартфон. Также у нас есть фронтальная камера на 8 Мп, и при помощи нее можно разблокировать себя по лицу. Я не могу сказать, что этот процесс происходит прямо очень быстро, но вполне себе окей. Сюда можно сразу засунуть две сим-карты, а также карточку памяти до 512 ГБ. И, кстати, здесь внутри уже 128 ГБ памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Я бы сказал, что оперативной памяти немножко не доложили. Было бы 6, было бы вообще отлично. Стандарт, кстати, LPDDR4X. А вот 128, это может быть даже больше, чем среднестатистические по рынку 64. Короче, где-то не доложили, где-то прямо переложили. Так как у нас здесь стоит IPS-экран, то, естественно, углы преломления все-таки есть. Поэтому, когда вы смотрите наискосок, у вас белый цвет немножко превращается в серый, уходит какие-то в зеленые тона. Но, в целом, это стандартная история для IPS-экранов. Спереди все покрыто стеклом, корник Gorilla Glass, неизвестно какого поколения. А сзади то ли пластик, то ли стекло. Честно говоря, я уже не знаю, потому что я, честно говоря, уже стал ошибаться. Помню, в 30i я говорил, что пластик, и мне казалось, что пластик, а там на самом деле стекло. Поэтому, честно говоря, я здесь не могу сказать. А судя по весу, так как смартфон весит 206 граммов, а это прилично, то сзади, возможно, все-таки, кстати, стекло. Камера выпирает, но не очень сильно. Основная камера у нас на 48 мегапикселей, есть ширик, и есть еще две камеры макро и для портретиков. Ну, о камере поговорим чуть попозже. Сейчас поговорим о производительности. Тут, знаете, такая очень, такая скользкая вещь, потому что компания Honor по-прежнему продолжает выпускать этот смартфон на своем старом процессоре Kirin 710. И тут очень важных два момента. Первый, это действительно процессор, который был, по-моему, заявлен еще первый раз в 2018 году. Раз. А во-вторых, он по-прежнему чувствует себя очень уверенно. Я бы сказал, знаете, мне это что напоминает? Компания Google в своем пятом пикселе использует один и тот же сенсор, который уже три года подряд использует в своих пикселях. И за это компанию Google можно поругать, то есть они софт улучшают, а сенсор тот же самый. И тут такая же история. Софт улучшается, но при этом чип Kirin 710, который построен наш на 14-нанометровом техпроцессе, все тот же самый. Насколько это плохо и насколько это хорошо? Ну, очевидно, что для тех, кто любит цифры, это плохо, потому что здесь по-прежнему 170 тысяч баллов Antutu и ничего нового. Это раз. С другой стороны, в целом, когда ты пользуешься этим смартфоном, никаких особенно лагов-то и нет. То есть он реально работает и сама система. Здесь у нас стоит 10 Android, здесь у нас стоит Magic UI 3.1. В целом все хорошо. Я могу точно сказать, что этот смартфон работает на порядок, шустрее и оперативнее, чем тот же Galaxy A51, который находится в этой ценовой категории. То есть я бы сказал, что по скорости работы интерфейса он ближе как раз-таки к Redmi Note 9S, а там уже 280 тысяч баллов в Antutu, потому что там стоят Snapdragon. И поэтому хочется, с одной стороны, похвалить компанию Honor за то, что они оптимизируют софт и дают возможность работать смартфону хорошо и не бесить тебя. С другой стороны, хочется поругать компанию Honor и сказать, ну блин, ну почему, сколько можно использовать этот старый процессор? Тут, конечно, можно вспомнить, что у Honor есть проблемы с США, Соединенным Штатом Америки. Кстати, возможно, после выборов в Соединенных Штатах Америки что-то изменится, не знаю. Но пока у Honor есть определенные трудности. Ладно, я бы сказал так, для конечного потребителя вообще без разницы, какой стоит процессор, работает все шустренько и это хорошо. Кстати, что касается игр, можно ли в них играть? Ну, очевидно, можно играть, потому что я поставил сюда Call of Duty. К сожалению, поставить максимальные настройки сюда нельзя, но в целом это и хорошо, мы не убьем этот смартфон. Зато можно на средних настройках без каких-то лагов вообще отлично поиграть в Call of Duty. И здесь еще один вопрос компании Honor, это софт, потому что у нас здесь нет Google сервисов и просто так даже Call of Duty установить не получится. И, друзья, в очередной раз я рассказываю вам о том, что проблемы по большому счету уже в отсутствии Google сервисов-то и нет. Потому что, первое, когда мы переходим с нашего прошлого смартфона на новый, мы запускаем программу, которая называется Clone Phone. Она прямо встроена сюда и она идет изначально и она полностью копирует все, что было у вас раньше. А, соответственно, все приложения, которые были раньше, в том числе и те, которых нет в App Gallery, она тоже все перекидывает. Это раз. Ну, во-вторых, в самом App Gallery, который является, по сути, заменой Play Market, постоянно происходит пополнение. И так или иначе, постепенно заполняются вот те нехватающие элементы, которых изначально, ну, год назад не было, когда все охали и ахали, что теперь компания Honor без Google сервисов. А для российского человека вообще здесь, по большому счету, все, что надо есть, все приложения Яндекса есть, наверное, практически все банки есть. Есть, конечно же, небольшой пробел по играм, потому что большое количество игр замешаны как раз-таки на Google сервисах. Также у нас есть пробел по WhatsApp, по Instagram, ну и, в принципе, по другим Google приложениям. Значит, что касается WhatsApp. WhatsApp полностью со всеми архивами переносится вообще без каких-либо проблем при помощи вот этой программы Phone Clone. Это раз. Инстаграм можно смело перенести при помощи нее, либо загрузить при помощи стороннего какого-нибудь магазина. Компания Honor вообще такая молодец. Она говорит, ребята, мы вам приготовили такую штуку под названием Petal Search. Почему это называется так, честно говоря, не знаю, но прямо на основном экране у нас висит виджет. Ты нажимаешь и тебе говорят, найдешь вообще любое приложение и установишь, что хочешь. Поэтому, соответственно, те приложения, которые отсутствуют в App Gallery и которые не имеют отношения к Google прямого, можно установить. Например, пишем Instagram и находим ее. Причем ты сразу же переходишь именно в раздел приложения и тебе сразу же предлагают установить его. Причем видно сразу из каких источников. Вот, например, с APK Pure предлагают нам установить Instagram. Или, например, мы хотим установить WhatsApp, но не перенесли мы его при помощи Phone Clone тоже. Такая же история. Заходим, вот, либо с официального веб-сайта, либо с APK Pure можно установить. Короче, большое количество приложений, которых нету в App Gallery, можно найти здесь. Это в целом хорошо. Я бы единственное, только вам всем рекомендовал, все-таки установить именно какой-то сторонний магазин. Например, AppToy, потому что при помощи него можно регулярно еще и обновлять ваше приложение. Потому что, если вы вот так, при помощи Pytal Search'а, закинете себе WhatsApp, то впоследствии вы его не будете обновлять, потому что он нигде не будет вам написан, типа, вышло обновление. А если вы установите себе AppToy или APK Pure или какой-нибудь другой сторонний магазин, то, заходя туда, вам будут писать, что у вас есть обновление, и вы, считаете, в автоматическом режиме будете все это дело обновлять. Так что это удобно, и поэтому не надо писать мне в комментариях, что, типа, чувак, все можно обновлять при помощи Pytal Search. Нет, я бы сказал, что это неудобно. А сторонний магазин это удобно. По звуку у нас здесь особенно ничего интересного нет, потому что просто стоит снизу динамик. Также есть USB Type-C, а еще есть 3,5-мм джек. Это уже хорошо. Кстати, я не сказал, что из-за задней крышки у нас смартфон достаточно удобно лежит в руке, даже несмотря на то, что в целом он большой и увесистый. Но важный момент, в коробке нету защитного чехла. И я бы сказал, что, ну, это не очень хорошо, потому что, ну, другие же кладут. Почему бы и Honor тогда не положить сюда чехол? Нету. Поэтому все, что у нас есть полезного, по сути, в коробке, это зарядное устройство. Максимальная его мощность 22 ватта. Это означает, что сам смартфон мы заряжаем примерно за полтора часа, чуть больше. У нас здесь 5000 мАч, и, вы знаете, это хорошие цифры. Это означает, что ваш смартфон точно проработает целый день, может быть, хватит на полтора дня, и будет выдавать в районе 5-6 часов работы экрана. В целом это нормально. Производитель говорит о том, что до 59 часов в режиме разговора, а также 23 часа воспроизведения видео. Ну, честно говоря, я уж не стал сутки ждать, пока видео будет воспроизводиться. Несмотря на то, что у нас здесь стоит IPS-матрица, конечно же, темный режим у нас работает. Просто опускаете шторку сверху и нажимаете темный режим. Он, конечно же, не экономит аккумулятор, но зато дает возможность в темноте не так ослеплять глаза. Кстати, яркость этого дисплея, я так подозреваю, в районе 450 нит. Так как это IPS-дисплей, то, возможно, на солнце он не будет сильно ярким. Ну, так или иначе. Конечно же, не забудьте включить жесты. Хватит уже пользоваться тремя этими нижними кнопками. Такое старобрячество, которое было раньше в андроиде, но теперь у нас жесты. Так что я рекомендую вам всем пользоваться. Чтобы это сделать, заходите в настройки, перемещаетесь вниз, заходите в систему и обновление. Здесь у нас есть системная навигация. Нажимаете и выбираете жесты. Схема очень простая. С боков, когда вы делаете это с переход назад или закрыть приложение, снизу свайп, перемещение на рабочий экран, снизу подержали, перемещаетесь в меню запущенных приложений. Здесь, кстати, можно, например, разделить экран на две части и выбрать два приложения, которые будут одновременно находиться на вашем экране. Помните только, что не все приложения поддерживают эту историю. Кстати, если вы не знали, то скриншот здесь можно делать очень удобно при помощи трех палец. Единственное, что это нужно настроить. Каким образом? Заходим в меню настроек, здесь заходим в быстрый доступ и жесты, и вот здесь съемка скриншота. Нажимаем, и здесь вариант либо делать скриншот костяшкой, я бы сказал, что это неудобно и не всегда работает, а вот тремя пальцами вообще отличный вариант. Включили, и теперь вам не нужно двумя пальцами зажимать там кнопку громкости вниз питания, чтобы сделать скриншот. Эта штука очень удобная. Кстати, еще одна фишка, которая касается игр, это встроенная система GPU Turbo 3.0, и она дает возможность ускорять немножко игры, полностью заряжать смартфон на то, чтобы он занимался именно играми. И, кстати, во время игр можно также отвечать на входящие сообщения. Также, если вы хотите прям насильно убыстрить ваш смартфон, заходите в батарею, включайте здесь производительный режим, и тогда все будет работать по максимуму. Что касается троттлинг-теста, в производительном режиме, прямо сейчас вы видите скриншот, я бы сказал, что в целом все неплохо. Ну и что касается камеры, друзья, здесь четыре модуля, основной на 48 мегапикселей, диафрагма 1.8, также есть широкоугольный модуль на 8 мегапикселей, угол обзора 120 градусов, апертура 2.4, не самая светочувствительная оптика, плюс есть два модуля по 2 мегапикселя, ну это как бы такие затычки небольшие, для портретиков и для макросъемки. Также, если мы посмотрим на само приложение камеры, то, во-первых, у нас есть и ночной режим, у нас есть и портретики. Жалко, что нельзя в ночном режиме делать фотографию на широкоугольную камеру. И есть вопросы по стабилизации видео, причем видео можно писать только в Full HD, 4K разрешения здесь нету, и, кстати, по сравнению с конкурентами это не очень хорошо, потому что у конкурентов есть и стабилизация, и 4K видео, но, видимо, процессор 710A не поддерживает 4K. Но зато Full HD можно снимать в 60 кадров в секунду. Но прямо сейчас вы видите фотографии и видео, которые я сделал в сравнении с Galaxy A51. Я бы сказал, что где-то Galaxy A51 выглядит поинтереснее, делает портретики получше, детализация получше, фронтальная камера тоже получше. А вот в вечерней и ночной съемке я бы сказал, что уже поинтереснее выглядит Honor 10X Lite. И, кстати, видео в темноте с меньшими шумами тоже снимает Honor 10X, но в целом примерно одно и то же. Единственное расстраивает, что, конечно, со стабилизацией на Honor'е так себе очень слабенько. Цена на этот смартфон начинается от 16,990, плюс сейчас на официальном сайте Honor'а есть скидка прямо 4000 рублей по предзаказу, так что если поторопитесь, welcome. Ну, а позже на Яндекс.Маркете найдете какие-нибудь разные варианты с разными ценами. Давайте сделаем небольшой итог по поводу этого смартфона. Итак, что в нем хорошего? Хорошо, что он большой, крупный, 6,67 дюймов, достаточно яркий, с ним удобно обращаться, он не тормозит, разблокировка по лицу работает хорошо, в игры играть можно, достаточно большой аккумулятор на 5000 мАч, зарядка более-менее быстрая. Короче, с точки зрения использования этого смартфона, по большому счету, все окей. NFC есть, Bluetooth 5-й версии есть, 3,5-мм джек есть. Это из хорошего, из плохого, ну, старый процессор. Он хоть и работает достаточно хорошо, но это сейчас он работает, а что будет через год, а что будет через два года, если вы этот смартфон покупаете себе на несколько лет, не знаю, честно говоря, какая это будет история с Kirin 710A. Это первое. Ну и второй момент по камере, все-таки не хватает стабилизации на видео, это меня вот прямо расстраивает. И сама камера, ну, такая, среднестатистическая. С одной стороны, четыре модуля, это хорошо, с другой стороны, по сути, из них работают только три, это основная, ширик, и для портретиков. Макро, ну, не знаю, макро на 2 мегапикселя, так себе решение. В общем, такой смартфон представила компания Honor. Что бы вы себе купили, друзья, за цену, там, в районе от 15 до 17 тысяч рублей, потому что в целом конкуренты есть. Это и Redmi, это и Samsung, это и Realme. Выбрать есть из чего уж точно. Напишите, что бы вы себе купили за цену в 15-17 тысяч рублей. Ну, а я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал. Если, кстати, нужно сделать сравнение Honor 10X Lite с каким-нибудь смартфоном, ну, например, с Redmi 9S, или, например, сравните его с Galaxy A51, или, может быть, с Realme 6 Pro, или 7 Pro, например, все-таки более новая модель, напишите внизу в комментариях. Если я увижу, что у вас есть интерес, обязательно заперю такое видео. И если нужно сделать фото и видео в сравнении тоже с каким-то телефоном, напишите об этом внизу. Ну, на этом все. Огромное вам всем спасибо. Меня зовут Фил, это Честный Блог. Ни в коем случае не болейте. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok